Всех приветствую. Проблемка с китайским лодочным мотором. Какая именно и как я ее устранял, смотрите в этом видеоролике. Лодочный мотор Порсун на 6 лошадок, 4 такта, бесконтрольно набирает обороты. Стоит повысить обороты свыше 1500 и он сам начинает раскручиваться выше 3500 оборотов в минуту. Смотрите, как это выглядит. Такая проблема у него с 0. Не стал отправлять сервис по гарантии, просто снизил холостые обороты, менее рекомендуемых 1500, чтобы можно было включить передачу. И так его эксплуатировал лет 5. То есть он работает или менее 1500, или более 3500 оборотов. Диапазон оборотов от 1500 до 3500 отсутствует на нейтральной передаче. Нагрузка эту проблему частично нейтрализует. На скорости все в норме. При троллинге мотор как бы хочет разогнаться. Приходится постоянно подкручивать ручку газа. Бывает уходит в разнос после переключения с передачи на нейтралку. Для наглядности продемонстрирую это на регулировках холостого холла. Теперь решил докопаться до проблемы. Стал думать, какие могут быть причины. Явных дефектов я не обнаружил. Начал искать от самого простого. Топливо накачиваю грушей из уносного бака. Создается высокое давление, которое передавливает огольчатый клапан по плавковой камере. Переключил на встроенный бак. Не помогло. Второе. Топливный насос создает чересчур высокое давление. Подал топливо из бутылки без всякого давления. Не помогло. Решил разобрать карбюратор. Снимается он несложно. Снимаем заглушку. Берем шестигранник. Понадобится головка подлиннее. Разобрал карбюратор. Внутри он чистый. Претензий к нему нет. Взял тонкую трубочку. Продул все каналы. Все в порядке. Все продувается. Возникла мысль, что может быть заводской брак. Нашел в интернете аналогичный карбюратор. И стал его внимательно рассматривать. Такие карбюраторы устанавливаются на моторы 6 лошадиных сил. Это Ямаха, Парсун, Тахацу. Во всяком случае, так заявляет продавец на сайтах. В чем их отличие. Во всех карбюраторах винт регулировки качества топливной смеси установлен слева. Если смотреть от друсельной заслонки. Парсун установил винт справа. Я так подозреваю, это сделано для удобства регулировки. Так как воздушный канал, вот он начинается и проходит вот через жиклерчик и выходит сюда. Воздушный канал слева, регулировочный винт был установлен слева на всех карбюраторах. Здесь они перенесли, вот этим каналом дополнительным его нарезали. И вот здесь отверстие, через которое проходит воздух. То есть, как я понял, какой смысл. Я не специалист по карбюраторам. Ну, принцип работы его знаю. И так как я думаю, поршень всасывает воздух. Также вытягивает отсюда воздух. И затягивает его по этому каналу. И чем больше проходит воздуха через жиклер, тем больше жиклер нагоняет воздуха. Здесь у нас эмульсионная трубка. То есть, камера этого жиклера соединена с камерой эмульсионной трубки. Сейчас, как бы, чтобы видно было. Вот она выглядывает у нас эмульсионная трубка. Выключу жиклер. В общем, смотрите, в жиклере есть боковые отверстия. А не побольше. И здесь есть тоже отверстие. То есть, принцип какой. Чем больше воздуха проходит через жиклер, тем больше воздуха он подает через это отверстие. И вот этот канал, куда был кручен жиклер. И вот он. Не знаю, видно будет на камере или нет. Вот этот канал соединяется с каналом, где стоит эмульсионная трубка. То есть, он нагоняет воздуха в канал эмульсионной трубки. И дальше уже обогащается смесь. И подается бензин сюда. То есть, по идее, это получается такая тонкая настройка обогатителя топливной смеси. Вот как-то так я это понимаю, как это работает. Если о чем-то не прав, можете поправить меня в комментариях. В общем, в чем суть проблемы. Здесь они сделали такой тоненький бортик. Прикрыли его прокладкой. Всего-навсего. И не факт, что прокладка это держит. То есть, нам нужно чем-то закрыть этот канал дополнительно. Я пробовал вырезать прокладку из фольги. Как бы она хорошо прилегает. Этот канал она закрывает. Но похоже, ахиллесовая пита этого карбюратора, это вот в этом бортике. Он слишком тоненький. То есть, я подозреваю, что именно вот здесь забирается дополнительный воздух. И идет дальше самораскрут мотора. То есть, получается, воздуха поступает больше, чем нужно. Смесь дополнительно обогащается. Из-за этого мотор самораскручивается. Я пробовал посадить вот эту прокладку на герметик. Но ничего это не дало. Слишком тоненький бортик. Герметик выдавило в этот канал. Его подзабило. Когда сразу было заметно, стал плохой холостой ход. И с этого бортика, то есть, герметик раздавило. Часть выдавило сюда. И часть ушло в канал. Я даже не знаю, там, здесь прокладка прилипла или нет. Когда я аккуратно срезал прокладку, то на прокладке четко был отпечаток. Да, вот четко был на прокладке отпечаток. Здесь герметик. Здесь больше герметика. То есть, он еще и забил здесь канал. Это все герметик. Он легко вычищается. Ничего страшного. Я думаю, главная задача, это утолщить здесь бортик. А еще лучше сделать здесь дополнительное какое-то перекрытие. Но нужно его делать вровень с этой плоскостью. Чтобы у нас потом прилегла прокладочка хорошо. Пришла в голову очередная идея. Я взял трубочку. Разрезал ее вдоль на две части. И думаю, ее уложить сюда. И сверху можно будет промазать герметиком. Вот в канавку уложил трубочку. То есть, сделал как бы перекрытие сверху. Если видно, она нигде не выступает. Прокладка должна лечь хорошо. Наверное, сверху промажу это все герметиком. Так как у нас этот бортик остается очень тонкий. И здесь может забирать воздух. Герметик уже подсох. Залепил отверстие жвачкой. Здесь выкрутил регулировочный винт. Продул канал. Продувается. Здесь воздух проходит. То есть, выкрутил жиклер. Все дуется. Все хорошо. Прокладку тоже посажу на герметик. Они довольно уже подтоптанные. А на официальном сайте Парсуна стоит их нет в наличии. Они стояли так. На этой прокладке выдавлен бортик. Я, наверное, поставлю их так. То есть, прокладку без бортика. Посажу на герметик. Далее, выкрутил пускной коллектор. Это все еще зажму пускным коллектором. Чтобы прокладка равномерно прилегла. Вот так это получилось. Теперь оставлю это все подсыхать на сутки. И будем проверять. Итак, момент иск. Добавляю немного газа. 1800 держит. Ранее тахометр мог показывать 1600 максимум. После этого мотор начинал набирать обороты. Прибавлю еще немного. 2100 держит. Держит. Для стопроцентной уверенности, что проблема решилась, стоит провести испытания на воде. Пока не рисковый запрет, выход на воду запрещен. Всем спасибо за просмотр. Если видео оказалось чем-то полезным, буду рад за лайк, подписку. Все свои замечания пишите в комментариях. Всем пока.